Земля эта была невидима и неустроена. Не знаю, что это за глубокая бездна, над которой не было света. Она была лишена всякого вида, почему и велел ты написать. Тьма была над бездной. Что это означает, как не отсутствие света? Где был бы свет, если бы он был? Он находился бы надо всем и все озарял. А так как света еще не было, то что означает присутствие тьмы, как не отсутствие света? Над бездной, следовательно, находилась тьма, ибо под ней света не было. Это как со звуком. Там, где его нет, там молчание. А что значит там молчание? То, что там нет звуков. Не ты ли, Господи, наставил эту душу, которая тебя исповедуется, тебе? Не ты ли, Господи, наставил меня, прежде чем ты придал форму и красоту этой бесформенной материи? Не было ничего, ни света, ни очертаний, ни тела, ни духа. И все-таки это не было полное ничто. Было нечто бесформенное, лишенное всякого вида. Каким же именем назвать это ничто, чтобы о нем получили какое-то представление умы, даже не очень острое? Каким-нибудь обычным словом, конечно. А что во всех частях Вселенной найдется более близкого к полному отсутствию формы, как ни земля и бездна? Находясь на самой нижней ступени творения, они, соответственно, и менее прекрасны, чем все светящиеся и сверкающие тела вверху. Почему же для обозначения бесформенной материи, которую ты создал сначала без всякого вида, чтобы потом из нее создать мир прекрасным видом, не взять мне столь знакомых людям слов, как «Земля невидимая и неустроенная»? 5. Когда же мысль ищет в этой материи, что в ней доступно уму, она говорит себе, «Это не нечто отвлеченное, как жизнь, как справедливость, ибо это телесная материя, но она и чувственно не воспринимается, ибо в невидимом и неустроенном ничего нельзя увидеть и воспринять». Когда это говорит себе человеческая мысль, то к чему сводятся ее попытки? Знать, не понимая, или не понимать, зная? Я же, Господи, если бы исповедать Тебя устами моими и пером моим все, чему Ты научил меня об этой материи. Я слышал раньше ее название, не понимая его сути, и рассказывали мне о ней люди, ее тоже не понимавшие. Я мысленно представлял ее в бесчисленном разнообразии видов и, следовательно, не ее представлял. Душа моя кружилась среди беспорядочно перемешанных, отвратительных и страшных форм. Но все-таки форм я назвал бесформенным не то, что было лишено всякой формы, но имело такую, от которой явись она воочию отвратились бы, как от непривычной и нелепой мои чувства. И я по человеческой слабости пришел в замешательство. То, что я мысленно себе представлял, было бесформенным, не по отсутствию всякой формы, но по сравнению с формами, более красивыми. Здравый разум убеждал меня совлечь начисто всякий остаток формы, если я мысленно хочу представить бесформенное. Но я не мог. Я скорее счел бы лишенное всякой формы, просто несуществующим, чем мысленно представил себе нечто между формой и ничто. Нечто, не имеющее формы, но и не ничто, почти бесформенное ничто. Ум мой перестал тогда допрашивать воображение, полное образом и тел, имевших форму, которое оно произвольно изменяло и разнообразило. Я направил внимание на самые тела, глубже вглядывался в их изменчивость. Исчезает то, чем они были, и возникает то, чем они не были. Я начал подозревать, что этот самый переход из одной формы в другую совершается через нечто бесформенное, не через совершенное ничто. И захотел знать, а не только подозревать. Если бы мой голос и стиль исповедали тебе все, что ты распутал мне в этом вопросе, то у кого из моих читателей хватит терпения все это обдумать? Не перестанет, однако, сердце мое воздавать тебе честь и воспевать хвалу за то, о чем оно не в силах поведать. Итак, изменчивая, в силу самой изменчивости своей, способна принимать все формы, через которые меняясь, проходит изменчивая. Что это такое? Душа? Тело? Некий вид души или тела? Если бы можно было о ней сказать ничто, которое есть нечто, и есть то, чего нет, я так и сказал бы. И все же она как-то была, дабы могло возникнуть видимое и устроенное. Откуда же это как-то была, как не от тебя, от которого все существующего, существующее, поскольку оно существует. Только чем оно с тобой нисходнее, тем оно дальше от тебя. И не о пространстве тут речь. Господи, ты не бываешь то одним, то другим, то по одному, то по другому. Ты всегда то же самое, то же самое, то же самое. Святой, 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 Господь всемогущий. Ты создал нечто из ничего, началом, которое от тебя, мудростью твоей, рожденной от субстанции твоей. Ты создал небо и землю не из своей субстанции, иначе творение твое было бы равно единородному сыну твоему, а через него и тебе. Никоим образом нельзя допустить, чтобы тебе было равно то, что не от тебя и зашло. А кроме тебя, Божий, единое троица и троичное единство не было ничто. Не было ничего, из чего ты мог бы создать мир. Ты и создал из ничего небо и землю, нечто великое и нечто малое, ибо ты всемогущ и добр, и потому сотворил все добрым, великое небо и малую землю. Был ты и ничто, из которого ты и создал небо и землю, два тела, а одно близкое к тебе, другое близкое к ничто. Одно, над которым пребываешь ты, другое, под которым ничего нет. Небо небес твое, Господи, земля же, которую ты дал сынам человеческим, которую можно видеть и трогать, была не такой, какую мы сейчас видим и трогаем. Она была невидима и неустроена, это была бездна, над которой не было света. Тьма закрывала бездну, то есть была еще больше, чем в бездне. В бездне вод, ставших уже видимыми, даже на глубине есть своеобразный свет, как-то ощущаемый рыбами и гадами, ползающими по дну. Тогда же все целиком было почти ничто, потому что было совсем бесформенно и однако уже могло принять форму. Ты же, Господи, создал мир из материи бесформенной, которую почти ничто создал из ничего, чтобы из этого создать великое, чему изумляемся мы, сыны человеческие. Так изумительно это зримое небо, это твердь между водой и водой, которой ты сказал на второй день после создания света, да будет. И стало так. Эту твердь ты назвал небом, но небом для этой земли и моря, которое ты создал в третий день. Да взримый облик бесформенной материи, созданной до всех дней. И небо ты создал до всех дней, но только небо этих небес. Ибо вначале создал ты небо и землю. Земля же эта, тобою созданная, была бесформенной материей, была невидимо неустроена, и тьма была над бездной. Из этой невидимой и неустроенной земли, из этого бесформенного, этого почти ничто, ты и создал все то, из чего этот изменчивый мир состоит. Но не стоит он этого воплощения самой изменчивости. Оно и позволяет чувствовать время и вести ему счет. Ибо время создается переменой вещей, а разнообразно в смене обликов то, чему материалом послужила упомянутая невидимая земля. Поэтому дух, получающий слугу твоего, напомнив, что ты сотворил вначале небо и землю, молчит о времени, ни слова не говорит о днях. И действительно, небо небес, которое ты создал вначале, есть мир духовный. Он ни в коем случае не извечен, как ты, Троица, но все же причастен твоей вечности. В сладостном счастье созерцать тебя он не позволяет себе изменяться, не зная падения от самого времени сотворения своего, прильнувший к тебе. Он находится вне круговой смены скользящего времени. И это бесформенное нечто, земля невидимая и неустроенная, находилась также вне времени, где никакого облика нет, никакого порядка, где ничто не приходит и не уходит. Нет, конечно, ни дней, ни смены времен. Десять. О, истина, свет моего сердца, пусть не говорит со мною темнота моя. Я скатился в нее, и меня обволокло тьмой. Но и там, даже там я так любил тебя. Я скитался и вспомнил тебя. Я услышал за тобой голос твой и приказ вернуться, Но едва услышал его в свалке тех, кто не знает мира. И теперь вот в поту задыхаясь, возвращаюсь к источнику твоему. Пусть никто не отгоняет меня, из него буду пить, им буду жить. Да не в себе найду жизнь свою. Я плохо жил с собой. Смертью был я себе. В тебе оживаю. Говори со мною, наставляй меня. Я поверил книгам твоим. На слова их великая тайна. Ты сказал мне уже, Господи, громким голосом во внутреннее ухо мое, Что ты вечный, единый, имеющий бессмертие. Ибо не меняешься ты ни в облике, ни в движении. И ни разной по времени бывает воля твоя. Воля, желающая то одного, то другого, не может быть бессмертной. Это ясно мне перед лицом твоим. И да проясняется, прошу тебя все больше и больше. Да пребуду я в откровении этом, смиренно, под крылами твоими. Так же сказал ты мне, Господи, громким голосом во внутреннее ухо мое, Что все создания и все субстанции, которые не то, что ты, Но которые все же существуют, созданы тобой. Не от тебя только то, что не существует. Уклонение воли от тебя сущего к тому, что существует, ущербно. То же не от тебя, такое уклонение есть проступок и грех. Но ничей грех не вредит тебе и не разрушает порядка в твоем царстве. Ни на небесах, ни на земле. Это ясно мне перед лицом твоим. И да проясняется, прошу тебя, все больше и больше. Да пребуду я в откровении этом, смиренно, под крылами твоими. Так же сказал ты мне, Господи, громким голосом во внутреннее ухо мое, Что неизвечные те создания, для которых ты единственная радость, Упиваясь с тобою в неколебимой чистоте, Нигде и никогда не выявляя изменчивость свою, Всегда в присутствии твоем, всей любовью привязанной к тебе, Не ожидая будущего, не переправляя в прошлое воспоминаний, Они не подлежат сменам перемен и не разбрасываются во времени. Блаженны эти создания, причастные блаженству твоему. Блаженны, потому что вечно обитаешь ты с ними и просвещаешь их. Не знаешь, что вернее назвать небо, небес для Господа, Как не эту обитель твою, эти чистые умы, единые и согласные, В нерешимом мире святых духов, созерцающие сладость твою, Без единого поползновения уйти. Этих граждан града твоего на небесах выше нашего неба. Теперь да поймет душа, которую далеко завело ее странствие, Что если она жаждет тебя, если слезы стали ей хлебом, Когда ежедневно говорят ей, где Бог твой, И если просит она у тебя одного и одного ищет, Поселиться в доме твоем на все дни жизни своей, А что ее жизнь, как не ты, А что дни твои, как не вечность, Как и годы твои, которые не истощаются, Ибо ты всегда тот же. Да поймет же душа, которая это может, Как высоко стоишь ты, вечный, над всеми временами, Если и обитающая в жилище твоем, И не ушедшая странствовать, хотя и не извечны, как ты, Но не знают смены времен, находясь в общении с тобой непрерывном и неразрывном. Это ясно мне перед лицом твоим. И да проясняется, прошу тебя, все больше и больше. И да пребуду я, получив это откровение, смиренно под крыльями твоими. Не знаю, какая бесформенная материя возникает при изменениях в самом последнем и низком. И кто осмелится сказать мне, кроме человека, Который в пустоте сердца скитается и кружится среди созданий собственного воображения, Кто, кроме такого человека, осмелится сказать мне, Что смена времен возможна при умолении и полном исчезновении всякой формы, Когда останется одна бесформенная материя, Которая позволяет одной форме изменяться и переходить в другую. Это вовсе невозможно, потому что без разнообразия в движении нет времени, А где нет никакой формы, нет и никакого разнообразия. Обдумывая это, Боже мой, поскольку ты позволяешь, Поскольку побуждаешь меня стучать, И поскольку открываешь стучащему, Нашел я, что ты создал два мира, Где нет времени, Хотя ни один из них не извечен, как ты, Один устроен так, Что в созерцании неослабном, В неизменности постоянной, Хотя изменчивый, но неизменный, Наслаждается он твоей вечностью и неизменяемостью. Другой был настолько бесформен, Что в нем не было ничего, Что могло перейти из одной формы движения Или покоя в другую. То есть не было ничего, Что подчинено времени. Ты не оставил этот мир бесформенным, Ибо сотворил раньше всякого дня В начале неба и землю. Эти два мира, о которых я говорил, «Земля же была невидима и неустроена, И тьма над бездной». Эти слова подсказывают понятие бесформенности И дают возможность постепенно понять их смысл людям, Которые не могут представить себе, Что и при отсутствии всякой формы что-то есть. Из этой бесформенной материи Возникли другое небо и земля, Видимая и устроенная, И вода с ее красотой, И вообще все, упоминаемое При дальнейшем устроении мира С указанием дней. Все это по свойствам своим Подчинено смене времен В силу упорядоченных изменений В движении и форме. Вот что пока мне стало понятно, Боже мой, Когда я слышу, как говорит Писание Твое, «Вначале Бог создал небо и землю, Земля же была невидима и неустроена, И тьма была над бездной». Не упоминая, в какой день ты это создал. Стало пока мне понятно, Что здесь говорится о небе небес, Разумном небе, Где разуму дано познать все сразу, А не частично, Не в загадке, не в зеркале, А полностью, в откровении, Лицом к лицу. Не познать то одно, то другое, А как сказано, Сразу все, Вне всякой смены времен. Не упомянуты дни, Потому что земля, Невидимая и неустроенная, Была вне всякой смены времен, Обуславливающей возможностью Одного то другого. Там, где нет никакой формы, Нигде нет того и другого. Имея в виду, С одной стороны, Нечто первоначально организованное, С другой совершенно бесформенное, То небо, Но небо небес, Эту землю, На землю невидимую и неустроенную, Писание твое, Как стало мне пока понятно, И говорит, Не упоминая дней, Вначале сотворил Бог Небо и землю, И сразу же добавляет, О какой-то земле, Говорится, Упоминая же, Что во второй день сотворена тверь, Названная небом, Оно дает понять, О каком небе раньше Без указания дней шла речь. Удивительна глубина слов твоих, Вот перед нами их поверхность, Она улыбается детям, Но удивительна их глубина, Боже мой, Удивительна глубина, С трепетом вглядываешься в нее, С трепетом почтения И дрожью любви, Ненавижу неистово Врагов Писания. О, если бы погубил ты их Мечом обоюдоострым, Да не будут они врагами его. Так хочу я, Чтобы они погибли для себя, Чтобы жить тобой. Вот и другие, Они не нападают, Они восхваляют книгу бытия И говорят, Не в том смысле, Сказал слова эти дух Божий, Написавший это Через слугу своего Моисея, Не в том смысле, Как ты толкуешь, А в другом, Как толкуем мы. Взяв тебя посредником, Господь всех нас, Отвечаю им так. Вы, пожалуй, скажете, Что ложно сказанное мне истиной, Громким голосом, Во внутреннее ухо. Воистину вечен творец, Субстанция его никоим образом Не меняется во времени, Его воля слита с его субстанцией, И поэтому он не хочет То одного, то другого. То, чего он хочет, Он хочет раз и навсегда, А не по-разному. Сейчас это, затем то, Потом хочет того, Чего не хотел, И не хочет того, Чего хотел раньше. Подобная воля, Воля изменчивая, А все изменчивое не вечно. Бог же наш вечен. Сочтете ли вы ложью И то, что сказала мне истина Во внутреннее ухо. Ожидание того, что придет, Становится созерцанием, Когда оно пришло. И это созерцание Становится воспоминанием, Когда ожидаемое прошло. Умственная деятельность Столь разнообразна и изменчива, И силу этой изменчивости Не вечно. Бог же наш вечен. Собираю эти мысли, Объединяя их, И нахожу, Что Бог мой, Бог вечный, Основал мир Не по какому-то возникшему Внове желанию, И что в знании его Нет ничего приходящего. Что скажете вы, Спорщики? Это ложь? Нет, говорят они. А что еще? Разве не правда, Что вся природа, Принявшая форму, И вся материя, Способная принять форму, Получили свое бытие Только от Него, В полной мере благостного, Потому что Он В полной мере сущий, И этого не отрицаем. Что же еще? Вы отрицаете, Что есть некие высокие создания, Чистой любовью, Соединенные с Богом истинным, И воистину вечным. Хотя они и не извечны, Как Он, Но они не удаляются от Него, И не соскальзывают В пеструю смену времен, А покоятся в подлинном Созерцании Его, Единого. Ибо им, Кто любит тебя так, Как ты учишь, Ты, Божий, Являешь себя, И с них этого довольна. Они не уклоняются Ни от тебя, Ни к себе. Это дом Божий, Неземной, Не из плотной небесной массы, А духовной, Причастной вечности твоей, Ибо без пятна Он вовеки. Ты учредил Его на веки И веки веков, Положил закон Ему, И Он не прийдет. Он, однако, Не извечен, Как ты, Имея начало. Он ведь был создан. И мы не найдем времени До создания этого дома, Ибо раньше всего Создана была мудрость. Не та мудрость, конечно, Которая извечна тебе, Отцу своему, Боже наш. И тебе равна, И которой все сотворено. То начало, Которым создал ты небо и землю. А мудрость сотворенная, То есть разумная природа, Ставшая светом От созерцания света. И она, Хотя и сотворенной, Называется мудростью. Но как свет, Которая освещает, Отличается от света отраженного. Так и мудрость, Которая творит, Отвечается от той, Которая сотворена. Как правда оправдывающая, Отвечается от правды восстановления. И о нас ведь сказано, что мы оправданы Тобой. Говорит ведь раб Твой, чтобы мы в нем сделали справедными перед Богом. Итак, раньше всего сотворена была мудрость, сотворены духи разумные и пребывающие в чистом граде Твоем у Матери нашей, которая вверху, свободна и вечно в небесах. На каких же небесах, как ни на тех, которые восхваляют Тебя, на небе небес, которое и есть небо небес Господа? И раньше этой мудрости мы не найдем времени, потому что она предшествовала сотворению времени, ибо раньше всего была сотворена. Прежде нее, однако, был сам вечный Творец, от которого она и получила начало, хотя и не во времени, ибо времени еще не было, начало собственного существования. Итак, Он от Тебя, Бога нашего, этот мир, совсем иной, чем Ты, не имеющий самостоятельного существования. Не только до Него не было времени, но и в Нем его нет, ибо способен Он всегда взирать на лицо Твое, никогда от Него не отвращаясь. Поэтому и нет в Нем изменений и перемены, хотя Ему свойственна изменчивость, которая могла бы окутать Его мраком и холодом. Если бы не был Он связан с Тобой великой любовью, которая по милости Твоей сияет и горит, словно вечный полдень. О, залитая светом прекрасная обитель, я возлюбил красоту Твоей и место, где обитает слава, Господа моего, Твоего строителя и владельца. О Тебе вздыхаю в странстве моем и говорю тому, кто создал Тебя, да владеет там и мною, ибо и меня ведь создал Он. Я блуждал, как потерянная овца, но, пастырь мой, зиждитель Твой, надеясь, принесет меня на плечах своих к Тебе. К вам обращаюсь спорщики, признающие, однако, что и Моисей, благочестивый слуга Божий, и книги его продиктованы Святым Духом. Что вы мне скажете? Разве это не обитель Божия, не извечная правда, как Бог, но в меру свою вечную на небесах, где вы напрасно ищете смены времен? Вы ее не найдете. Она поднялась не над всей длительностью времени, над всем ее круговоротом. Там всегда благо прильнуть к Богу. Да, она есть, говорят они. Что же из того, о чем сердце мое возопило к Богу моему, услышан внутри голос хвалы Его? Что утверждаете вы здесь неправда? Это существование бесформенной материи, совершенно неупорядоченной по отсутствию всякой формы, но при отсутствии всякой упорядоченности не могло быть и смены времен. И однако это почти ничто, поскольку оно не было совсем ничто, было, конечно, от того, от которого есть все, что есть, поскольку оно хоть как-то есть. И этого, говорят они, мы не отрицаем. Я хочу кое о чем побеседовать перед тобой, Господи, с теми, которые признают истинно все то, о чем в душе моей внутри не умолчала истина Твоя. Те же, кто ее отрицает, пусть себе лают, сколько хотят, оглушая себя самих. Я попытаюсь их убедить, пусть успокоятся и проложат дорогу Слову Твоему к себе. Если же они этого не захотят и оттолкнут меня, молю Тебя, Боже мой, не будь безмолвен вдали от меня. Говори по всей истине в сердце моем. Только Ты будешь так говорить, я выгоню их вон, пусть вздымает пыль дыханием своим и засыпают ею глаза свои. Да войду в комнату мою и воспою Тебе песни любви, стеная стенаниями неизвеченными странствий моем. И, вспоминая Иерусалим, вознесусь всем сердцем к Тебе, Иерусалим, Отечество мое. Иерусалим, Матерь моя, и к Тебе, Царящий в нем и Его просвещающий, Отец, Хранитель, Супруг, к Его усладам чистым и крепким, к радости прочной, ко всем Его несказанным благам, ко всем вместе, ибо Ты — единое истинное и высочайшее благо. Да не отвращусь от Тебя, пока Ты не водворишь меня в покое ее, в покое дорогой Матери, где находятся начатки Духа моего, откуда все мое достоверное знание. Пока не соберешь меня рассеянного, не преобразишь безобразного и не утвердишь в вечности, Боже мой, милосердие мое. С теми же, кто не объявляет всех этих истин ложью, кто чтит святые книги Твои, написанные Моисеем Человеком Святым, и вместе с нами ставит их выше всех авторитетов, которым надлежит следовать, «То тем не менее кое в чем нам возражают. Я побеседую так. Ты же, Боже наш, будь посредником между моим исповеданием и возражениями их». Они говорят, это истина, но не то имел в виду Моисей, когда по откровению Духа говорил, вначале Бог создал небо и землю. Именем неба он обозначил не тот духовный умный мир, всегда созерцающий лик Божий, а именем земли небесформенную материю. А что? То, что мы говорим, то самое разумел этот великий муж, это и выразил в тех словах. Что же именно? Именем земли и неба он хотел сначала обозначить обобщенно и кратко весь этот видимый мир, чтобы затем при упоминании дней распределить, как бы расчленяя по частям все, о чем угодно было ему возвестить Святому Духу. Люди, составлявшие тот грубый плотской народ, с которым он разговаривал, были таковы, что по его суждению показать им можно было только видимое творение Божие. Они соглашаются, однако, что невидимую и неустроенную землю и темную бездну, последовательно показанное, как из этого в те дни создано и устроено все видимое и общеизвестное, можно, не впадая в противоречие, считать именно бесформенной материи. Что же? Кто-то скажет, что название земли и неба для этой самой бесформенной и хаотической материи было сначала подсказано тем, что этот видимый мир со всеми созданиями, получившими в нем вполне отчетливый облик, из нее сотворенный и доведенный до совершенства, обычно и называют землей и небом. Дальше. Кто-то еще скажет, что земля и небо подходящее название для видимой и невидимой природы, так как оно охватывает в этих двух словах все, что Бог сотворил мудростью, то есть началом. Все, правда, сотворено не из самой божественной субстанции, а из ничего. Творение не имеет самостоятельного существования, как Бог, и ему присуща некая изменчивость, пребывает ли она как вечная Божья обитель, или меняется, как душа и тело у человека. Общая для всего созданного невидимого и видимого материя еще бесформенная, но способная принять... Субтитры создавал DimaTorzok